В 15 веке продолжается подъем русской культуры и формируется особенный культурный облик страны. Идея единства русской земли становится доминирующей. Появляется тема победы над ордынскими завоевателями. Растет значение Москвы как одного из главных культурных центров. Московское царство оказалось единственным в мире православным государством. После захвата турками Византии в 1453 году Москва стала ее наследницей, Третьим Римом. В те времена эта идея выражалась понятием «святая Русь». Процессы, происходившие в социально-экономическом развитии российского государства, такие как укрепление единства, войны с внешними врагами, потоки переселенцев и освоение новых территорий, помогали рождению русской нации. А соприкосновение местных традиций вело к появлению общей русской культуры. Сохраняя византийские традиции, она приобрела и самобытные национальные черты. Значительно расширяется круг тем и сюжетов, проявляется интерес к семье, к человеку и его внутреннему миру. Разнообразен предметный мир и жанры творчества. Создаются различные памятники письменности, летописи, повести, хождение, ремесленные изделия, монеты, печати, колокола, оружие, ювелирные украшения, художественное литьё. Всё это говорит о возрождении интереса и навыков производства декоративных вещей. С XIV века возрождаются и набирают силы различные отрасли прикладного искусства. Это украшение зданий деревянной резьбой, в том числе жилых домов и боярских палат, роспись глиняной посуды, изготовление окладов рукописных книг и миниатюр к их текстам. В области письменности появляется жанр хозяйственно-учётных документов. Купцы и князья вели письменный учёт в своих хозяйствах. С XVI века сохранились различного рода учётные книги, документы и копии из документов монастырей. Возобновляется летописание. Проявляется интерес к описаниям явлений природы — затмений, землетрясений, разливов рек. Они довольно часты в летописях. Популярны переводы таких сочинений, как «Христианская топография», путешественника VI века Козьмы Индикоплова, «Шестоднев», рассказ о сотворении и устройстве мира Иоанна Икзарха Болгарского, «Пчела», свод афоризмов знаменитых авторов. Астрономические наблюдения и описание болезней приводятся также в русских рукописных сборниках. А сборник XV века, составленный в Кирилло-Белозерском монастыре, включил комментарии римского учёного II века Галена к сочинению древнегреческого отца медицины Гиппократа. Круг географических знаний расширяли русские путешественники. Знаменитый Афанасий Никитин, тверской купец, в 1466-1472 годах посетил Индию и написал об этом в «Хождении за три моря». Возобновляется единое летописание. В удельный период в разных центрах составлялись собственные своды, в начале которых помещали «Повесть временных лет», подчёркивая идею преемственности. Теперь в летописях, начиная с XIV века, на первый план выдвигается Москва. В XV-XVI веках здесь появляются хронографы — новый жанр исторических повествований. К ним добавляются жития московских святых — князей, монахов, епископов, таких как Дмитрий Донской, Сергий Радонежский, Стефан Пермский. Стиль таких сочинений — хвалебный, торжественный, витьеватый, похожий на разноцветный венок или узор ковра. Он получил название «плетение словес». Так писал монах Троица Сергиева монастыря Епифаний Премудрый, составляя житие основателя обители Сергия Радонежского. Ярче всего подъём культуры выразился в изобразительном искусстве — фресковом или иконном письме. Тот же Епифаний Премудрый восхвалял Феофана Грека как изографа, нарочито и живописца изящно в иконописцах. Писал о нём как о преславном мудреце, философе Зело Хитром. В начале XV века засияла слава младшего современника Грека Андрея Рублёва, величайшего живописца средневековой Руси. Его судьба тесно связана с Троица Сергиевым и Московским спасандрониковым монастырями. Он принял монашество при преемнике Сергия Радонежского Никоне в монастыре Святой Троицы. Затем перешёл в Москву и здесь, в 1405 году, расписал вместе с Феофаном Греком и Прохором с Градца Благовещенский собор в Кремле. Три года спустя, уже в содружестве с Даниилом Чёрным, трудился над росписями Успенского собора во Владимире. В середине 20-х годов XV века вернулся в родную обитель, где его кисти принадлежат фрески и иконы Троицкого собора. Уже в конце жизни создал фрески Андроникова монастыря. Предания говорят о многих других написанных им фресках и иконах. Имя и мастерство Рублёва приобрели большой авторитет. Самое прославленное его произведение, Троица, была написана для иконостаса Троицкого собора Троица-Сергиева монастыря. Творение Рублёва — высочайшие образцы национального иконописного мастерства, впитавшего лучшие византийские традиции и нашедшего свой неповторимый выразительный язык. Последователь школы Андрея Рублёва, русский иконописец Дионисий, самый талантливый его ученик, живший в XV веке. Происходил он из знатной семьи. В синодике Кирилла Белозерского монастыря перечислен род Дионисия иконника. Он сам и его помощники украшали фресками собора Иосифа Волоколамского, Пафнутьева-Боровского, Ферапонтова монастыря под Вологдой. До наших дней в Успенском соборе Московского Кремля сохранились фрески Дионисия, поклонения волхвов, похвала Богородице, семь спящих отроков эфесских, сорок севастийских мучеников. Несколько сцен из жизни святого апостола Петра и фигуры святых. Для фресковой живописи Дионисия характерна удлинённость пропорций, мягкость движений, цветовая гармония, прозрачность и нежность полутонов. Одной из лучших икон Дионисия является икона Апокалипсис или Откровение Иоанна Богослова, видение конца мира и Страшного Суда из Успенского собора Московского Кремля. Создание иконы было связано с ожидаемым в 1492 году концом света. Изображена многоярусная композиция — толпы верующих людей в красивых одеждах, объединённые молитвой. Вокруг разворачиваются величественные картины. Стены белокаменных городов, полупрозрачные фигуры ангелов контрастируют с чёрными фигурами демонов. Сложная, многофигурная, многолюдная композиция удивительно изящна, легка и очень красива традиционной красотой московской иконописной школы Андрея Рублёва. В 1550 году Стоглавый собор постановил, что все иконописцы должны следовать образцам Андрея Рублёва и Дионисия. Писание икон в 15 веке стало занятием многих людей. Они широко распространились по всей Руси. Их сюжеты оставались традиционными — сцены и персонажи Ветхого и Нового Завета. Но появляются и светские мотивы. Мастера пишут на иконах природу, городские здания, и, что ещё интереснее, реальных людей, как, например, на иконе «Молящиеся новгородцы», где изображены боярин и его семья, всего девять фигур. Иконопись Новгорода 15 века переживала расцвет. Для неё характерна яркость красок, точная и тонкая прорисовка фигур. Московская живопись отмечена немалыми достижениями к концу 15-го столетия. Её особенности — яркая красочность, декоративность, которые потом надолго станут отличительными чертами всей русской иконописи следующих двух веков. На рубеже столетий с одной стороны определяется преобладание московской живописной школы в России, с другой — усвоение ею традиций местных школ, которые постепенно оказывались под влиянием общерусского культурного центра, каким стала Москва. Самым выдающимся достижением русского зодчества рубежа 15-16 веков стало возведение зданий московского Кремля. Старые, обветшавшие постройки заменили новыми. Кремлёвское строительство — обширное и выдающееся по своему значению дело рук мастеров из Москвы, Пскова, Твери, Ростова и других городов, а также итальянских архитекторов Аристотеля Ферраванти, Оливиза Нового, Марка Руффа, Пьетро Салари. Они внесли в русскую архитектуру стилевые традиции и технологические решения итальянской архитектуры, например, украшения в виде ракушки на Архангельском соборе Московского Кремля. К первой половине XVI века центр Кремля стал цельным и органичным ансамблем. Составляющие его здания дополняли друг друга и были единым целым как архитектурно, так и функционально. Дворец и Грановитая палата были основными местами пребывания государя, а Успенский собор и Архангельский — местом их упокоения. Иван Великий выступал главной колокольней для всех кремлевских соборов и, в каком-то смысле, для всей страны. Единство кремлевских сооружений подчеркивалось государственными церемониями. Во время венчания на царство государи шли из дворца сначала в Успенский собор, затем в Архангельский, поклониться над гробием предков, а потом уже в Благовещенский, в свой домовый храм. Успенский собор, церковь, а позже и колокольня Ивана Великого, Грановитая палата и Кремлевская стена с башнями послужили примерами для зданий, возведенных позднее или почти одновременно на других территориях Московского государства. С помощью архитектуры, созданной приезжими и отечественными зодчими, Московские государи прекрасно справились с амбициозной задачей подчеркнуть как свою личную значимость, так и авторитет своего государства.